Видеоформат Кажется, что Вот та бесстыдная ложь Которая истекает в таком же Видеоформате, а только Из средств массовой информации Из путинского гидпропа Как-то затрагивает и меня То есть как-то смешиваться Со всей этой сволочью Которая жаждет погибели нашей страны Вот совершенно не хочется Я через силу делаю этот видеоролик Потому что меня спрашивают А как же вы там высказались А что же дальше, какие оценки Может быть они изменились Ну люди действительно слишком привыкли В видеоформате получать информацию Но я как-то вот последнее время Предпочитаю письменный вариант И тут же на Видеоканале ютуба Я больше публикую текстов И перестал Действительно перестал публиковать Видеоматериалы Тексты публикуются достаточно регулярно Тот кто замечает Есть такая страница там Сообщество называется Да, туда люди приходят Читают не так много Как смотрят видео Все-таки видео Почему-то оказывается Более востребованным Чем какие-либо тексты Те же самые тексты Публикуются и в сети ВКонтакте И в живом журнале Я тоже выкладываю Но в живом журнале Скорее это такое хранилище Там оно более удобное Попробую ВКонтакте найти Свою статью Которая опубликована Там в каком-нибудь лохматом году А в живом журнале можно Ну вот здесь В Ютубе На канале Бастион Я тоже постоянно Публикую Ну везде примерно одно и то же Иногда какие-то нюансы возникают Где-то больше публикую Где-то меньше Какие-то варианты бывают Исправленная статья появляется В другом месте Но не суть важно Вопрос и от соратников Ну вот что мы Все остановились Деятельность партии Великой России остановилась Нет Мы в 2019 году Провозгласили Что изменение ситуации Такого Что нам надо Переходить в сеть Все публичные мероприятия Запрещены Политические репрессии Нас просто истребят Если мы только попробуем Какую-то уличную активность Проявить Или начнем проводить Какие-нибудь там Съезды, конференции Листовки Не дай бог раздавать Ну мы же знаем Даже вот все Анекдотические абсурды Которые можно себе Только придумать Все просто на лицо Нереализованы Человек с пустым листом бумаги Арестовывается Потому что он проводит Одиночный пикет Что он там нарушает Ничего не нарушает Или там человек С надписью Мир На листочке Прочерченная так вот Карандашиком Или просто ручкой От руки За это тоже арестовывают Тоже считается Что это нарушение Если человек Декламирует Публично стихии Тоже подлежит аресту Тотальная зачистка Политического поля Состоялась Я помню еще Лет 15 Или даже больше назад С трибуны Госдумы Я слушал Выступление Важного Деятеля Партии Единая Россия Который сказал Партии нам достаточно Нам хватит Вот им уже хватит Поэтому мы для них Лишние люди Вообще Вся страна Это лишние люди Мы должны быть Только их рабами Больше никак А вот эти Дорогооплачиваемые Проститутки В Государственной Думе Будут творить то Что им вздумается По указке Кремля А все что они делают Только во вред нам Ничего полезного Поверьте Ни одного шага Ни одного вздоха В нашу пользу нет Иногда так кажется Что что-то там нам полезное Но нет Это полезно им А нам только кажется Что касается Каких-то оценок Действий Путинской Администрации Вовне Или внутри страны Война Никого конечно Не обходит И достанет всех Это просто Некоторые думают Что они как-то так Очень ловко устроились Что вроде их Ничего не касается Ну цены там залетели Говорят на 14% Да Ну посмотрите в магазинах Еще в прошлом году Все что связано С стройматериалами Ну в основном Столярка И металл Подорожали вдвое А в этот В начале этого года Еще вдвое Вот поэтому Разговоры о том Что там 14% Ну люди Которые не ходят в магазины Кому просто так Приносят Без всяких магазинов И Кто не считает Количество денег в кошельке Кем могут считать Что 14% Я-то считаю Что Ну минимум вдвое Мы все обеднели Минимум вдвое И еще Эти мошеннические Структуры От которых я Больше всего страдаю Суды у нас Превратились В пособников Мошенников Вот Сбербанк Ко мне Имеет претензии На 160 тысяч рублей Я не могу Я не могу Их отдать Потому что Доходов Не имею Ну вот Приходится С этим как-то жить С постановлениями О том Что у меня там Арестованы счета О том что Мне запрещено Выезжать За границу Потому что я Такой страшный Должник Они просто Мошенники Они спылились Мошенниками Я об этом написал В генеральную прокуратуру Лично генеральному прокурору Вся эта бумага Съехала Хотя там И конкретные факты И залагались И общая ситуация И ссылки На масштабы Воровства Сбербанка И других банков Все это уехало Куда вы подумали бы По этажам Вниз Вниз До местной прокуратуры Которая отправила Бумажку в Сбербанк А из Сбербанка Ответили Мы вообще не понимаем О чем идет речь Мы работаем по закону Они по закону Нас обворовывают Вот конкретно Для меня устроили Такое В течение осени Прошлого года Три судебных решения Состоялось По мою душу И все С ущербом для меня Хотя меня в суд Даже не пригласили Есть Телефон Интернет И так далее Нет Они присылают Бумажки Туда Где я их Не вынимаю Из почтового ящика И считают Что это Это в порядке вещей То есть У них это норма Что я не защищаю Свои интересы Это для них Норма Ну Мало ли Какая-то конституция Есть Доплевать им на конституцию Они просто принимают Решение И все Я попадаю В сложную ситуацию Ну Не знаю Это мое частное дело Я как-нибудь из нее вывернусь А что делать Обычным людям Вот Политическая деятельность Фактически ликвидирована Ну Главное Это не участвовать В том безумии Которое Устроил Путин И его Извините Кодло Они действительно Устроили безумие Они устроили Гражданскую войну На территории Исторической России Да Они не менее Безумные И подлые люди Которые Сидят В Киеве И дергают за ниточки Или их дергают за ниточки Что правильно Ну Там Ниточка за ниточку И все доходит До конкретного человека Который превращается Либо в какого-то Морального выродка Как вот эти Азовцы Расписанные Там Ну видимо Если в голове пусто То пусть хотя бы Там на теле Будут какие-то Уродливые знаки Это тоже Как бы Последняя Терминальная часть Вот того Что Управляется Из Вашингтонского Обкома Или из Закулисных Структур Куда все это катится Куда бы это не Выкатилось Это все равно Наше поражение Это Для Путина Зеленского Они как бы Вот Кто из них Выиграет Меж собой Это их партия Ну для нас Это партия Выигрышная Потому что Нами играют Ну как Если бы Два шахматиста Сели За Шахматную Доску Но только Фигурки Там Не Деревянные А живые люди Вот они Людьми двигают Чем-то Жертвуют Кого-то там Пожирают У них это В порядке вещей Для нас Это чистый Проигрыш То есть Если Смотреть на Все это дело Со стороны И понимать Что идет Гражданская Война То мы Проиграли Уже в самом Ее начале Как только Началась Мы уже Проигравшие И чем дальше Мы дальше Проигрываем 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 Огромные территории В состоянии Гуманитарной Катастрофы Огромное количество Беженцев Убитых Растерзанных Разбомбленных И так далее Сожженные города И так далее Кто-то считает Что это победа Что вот Российские войска Двигаются Продвигаются Они так успешно Наступают Так давно Уже успешно Наступают Что вот Действительно Стирают С лица земли Города Которые Не требовали Никакой Гуманитарной Помощи А теперь Там Гуманитарная Катастрофа Ну Это же война Они же Упредили Что-то Они упредили Точно так же Как и Американцы В свое время Упредили Какие-то Параллели Министр обороны США Показывал Какую-то Пробирочку И говорил Вот У них Химическое оружие Нам надо Упредить И поэтому Ирак Разбомбили Стверли с лица земли От этого государства Мало чего осталось На данный момент И Из этого государства Выплеснулся ИГИЛ Тоже Террористическая организация Руководимая Закулисными силами Со штаммом Квартиры В США У нас Полностью Аналогичная ситуация А мы Понимаете ли Биологические Тут лаборатории Открыли Тут бумажками Все трясут И так далее Поэтому мы Нанесли Поэтому мы права Поэтому мы Нанесли Превентивный удар Но там-то еще есть Среди американцев Есть еще какая-то Политическая конкуренция Могут разоблачить Ложь У нас ничего нет У нас есть Только одна сторона Только одна сторона И поток лжи На украинский ресурс Честно сказать Я не хожу Мне неинтересно Выбирать Из Одной Или из другой Лжи Я не желаю Мне интересна правда Поэтому я этим занимаюсь Политика В сети Ну К сожалению У нас очень мало Людей Которые способны К сетевой деятельности А это Прежде всего Интеллектуальная деятельность Нужно писать статьи Кто-то Может быть Отлично Может Создавать Какие-то Картинки Смысловые Какие-то Коллажи Или Самому что-то рисовать Но у нас Главное Почему-то считается Что Репост Вот это Вот это и есть Работа в сети Да нет Нужны тексты Нужно Людям Кто занимается Политикой Надо превращаться В политических Публицистов Надо постоянно Писать Надо совершенствовать Свой интеллект Надо Много читать Использовать Прочитанную Литературу И так далее Это Деятельность Сравнимая С профессиональной Просто так Считать Что Я занимаюсь Политикой Потому что Что-то там В сети Перелистываю Нет Нужны Нужны Фундаментальные Знания И Моя Свою миссию Я вижу в том Чтобы эти Фундаментальные Знания Предоставлять Потому что Далеко Не каждый Сможет найти И требуется Большая Интеллектуальная Работа Для того Чтобы сконцентрировано Собрать Информацию И создать Из нее Какой-то Интеллектуальный Продукт Я в меньшей степени Вот сейчас Писал эти статьи У меня Целая книжка Получилась Об украинских Событиях Но скорее Это анализ Не военный Это анализ Историк Философский И политологический Может быть Эта книжка Выйдет В ближайшее время Я надеюсь Но может быть И нет Потому что Цензура Может Изничтожить Все что угодно Любое слово Истолковать против тебя Даже если ты думал Вообще о чем угодно Другом Теперь нанимают Нынешний Позорный режим Путинский Нанимают Так называемых Экспертов Уже их готовят В больших количествах И они То что нужно следствию Они Пожалуйста Представят В суд А суд даже читать Не будет Они только выводы С выводами Знакомятся Им совершенно неинтересно Есть доказательства Чего-нибудь Или нет Вот с Юрием Якишевым Так и продолжается История Апелляционный суд Неизвестно Когда будет Уже Скоро годовщина Вынесения Обвинительного Приговора На 15 лет Ему и 10 лет Павлу Антонову По обвинению В террористической деятельности Которой не было Ни в замыслах Ни реально Не могли эти люди Просто физически Не могли участвовать В какой-то террористической деятельности Но там Считается по умолчанию Сказали Что надо А значит надо И экспертов подогнали Таких же И скажем Моя ответная экспертиза Да зачем же ее читать Ну В дело Ладно Приобщили И то Большой вопрос Надо проверить Вроде как Я передаю Суду Суд Должен приобщить Но может быть И не приобщает Потому что им Это совершенно не интересно Вот Обмануть могут Легко Судебная инстанция Она вот Вот такая Там можно Все что угодно Любой подставу И так далее Тут Как бы Надо всегда держать Ухо во строй Но Тоже Тебя обыграют Легко Потому что у них Инструментарий И опыт ежедневный А ты приходишь в суд И Вибрируешь Что ж тут делать Как тут себя правильно вести А как бы тебя там За шкирку бы не взяли Вот Я уже Конечно Такой тертый калач В суде Но Тоже Обыгрывают Обманывают Я же все таки Сориентирован на другую деятельность Вот как раз На эту Интеллектуальную деятельность Вот помимо того Что я пишу Для Осознания Происходящего На Украине Ну вот Для того Чтобы подтвердить Что это гражданская война Это никакая Не оборонительная война Конечно наступательная Гибнут люди В огромных количествах То что там нам Рассказывают Что Вот они Обстреливают Убивают Мирных жителей А с этой стороны Будто бы Вот Такие точечные удары Они попадают Только вот Исключительно Вооруженных людей И скорее всего Поскольку все нацисты Теперь у Путинской пропаганды Все Кто противостоит Вооруженным путем Российской армии Все нацисты Ну значит Точечно попадают Если вот Кто-то убит То он обязательно нацист Независимо От пола Возраста И вообще От того Что он думал И почему Оказался на фронте Или просто В зоне боевых действий Вот еще одна Книга Над которой Мы работаем совместно С Борисом Виноградовым Посвящена Прошлому и будущему России Как бы правильным Ориентиром Основанным На нашем личном Опыте Уже достаточно Обширным И я уже не мальчик Борис Алексеевич Известный человек Заслуженный Деятель науки Профессор Но у меня Потолок Мой административный Был депутат Государственной думы И то уже Это было давным-давно А у него все-таки Потолок был повыше Это Заместитель министра Образования по науке Серьезная должность Ну откуда его Вот сейчас Болонский процесс Пытаются Ликвидировать Потому что А зачем он нужен Да И этот вопрос возник Через столько лет Вот можно сказать Что Бориса Виноградова Удалили С государственной службы Потому что он был Против этого Болонского процесса А теперь Время прошло И те же самые люди Которые насаждали Этот Болонский процесс Безумие В системе Высшего образования Вот те же самые люди Говорят А теперь А зачем он нужен Давайте мы Вернемся к прежней Нашим В прежней системе Организации Высшего образования Ну вот мы и с ним Тоже довольно трудно Идет эта работа Потому что Вдвоем Достаточно трудно Работать И все-таки Ситуация В которой мы И он И я Оказались И материальном И морально Психологическом плане Достаточно Неуютно И конечно Не очень Способствует Такой Творческой мощи Скорее Это мощно Начинает Иссякать Хотя я продолжаю Выпускать книжки Вот книжка Которую недавно Представил Это правда Переиздание Но она чуть-чуть Отредактирована Отпечатки опять остались К сожалению Читаю Смотр революции В истории России Очень короткое Изложение В издательстве Книжный мир Сайт можете найти Можно купить Или На электронных ресурсах Книжка Официальная Официально изданная Продается Можно найти В интернет-магазинах Несложно У меня Ко мне не обращайтесь За этой книгой Есть У меня только Подарочные экземпляры Вот Книжка Самым коротким образом Ну там На исторический эпизод Там 3-4-5 страниц Не больше Самым коротким образом Как бы идет Обзор истории России Самых острых Ее Страниц Посвященных Там Цареубийствам Покушениям Революциям И так далее И взгляд Здесь Не такой Который вы Увидите В официозе Или там В учебниках Фактура Вся та же самая Но взгляд Совершенно иной Взгляд Национально Мыслящего человека Вот я Как русский Националист Я даю свой взгляд На историю И вот Скажем На текущие события События на Украине Я тоже излагаю В своих статьях И в возможной книге Если она будет выпущена Именно это Взгляд Русского националиста У нас же Слово Национализм Искорежено Поганено Плевано Но я Как был В начале 90-х годов Самоопределился Как русский националист Я таковым И буду оставаться Я русский националист И этим горжусь И считаю Что вполне Русским человеком Грамотным Образованным И политически Подкованным Может быть Только русский националист Все остальное Это уклонение Это попытки В красную сторону Или в либеральную Или просто Это любовь к начальству Никакое не политическое мышление Вот с точки зрения Русского националиста Историю тоже Я продолжаю Исследовательскую Свою работу История 1917 года Вот конкретно Этого года Переломного В истории России В прямом смысле Переломного Год который Сломал Россию Изучено плохо Плохо Я вот сталкиваюсь С тем Что я Тщательно изучаю Те тексты Которые Ну почему-то Всегда Лежали где-то В стороне На них Внимание Не обращают Их Не исследуют Это тексты Стенограмм Съездов Советов Вот Там Многое Чего говорится И Масса Всяких Деталек Которые там Проговариваются Они Оказываются За скобками За пределами Интересов Историков В основном Потому что Они Идеологизированы Либо это Либеральный Антирусский Русофобский Взгляд Либо Такой же Русофобский Но с другой Стороны Это Красные Сталинисты Коммунисты Русского Национального Мировоззрения Вот Не дают Выйти На Ван Сцену А без Этого Конечно Никаких Побед Ни в войнах Ни во внешне Ни во внутренней Политике Не будет И то Что сейчас Объявляют Победой Потом Выяснится Что это На самом деле Поражение А Обманщики Нам Показывают Совершенно Другую Картинку Выдуманную Сфабрикованную Вот Над этим Я тоже Работаю Надеюсь Что вот И совместная Наша книжка С Борисом Виноградовым И моя книжка Где-то к концу Года Будут завершены И Будут представлены Публики У меня Заканчиваются Тиражи Книг Которые Тоже Касаются Истории Начала 20 века Это Болота 20 века О Веймарской Республике О том Что там Происходило Тоже практически Ничего неизвестно А приход Гитлера к власти Как это У них Получилось Вот так Как здесь Написано А больше Вы точно Нигде Не прочтете И Чума Большевизма Ну Есть книги Уже Которые Про Зверства Чекистов Про Большевистскую Идеологию Этих книг Достаточно Много Ну Я сделал Свой вклад Тоже Весьма Компактный Компактно Сжал Информацию Изложил ее Самым Таким Компактным Образом Каким только Это возможно И это тоже Является Вкладом В Деятельность Русского Интеллекта Русские Не объединяются Вообще Ни под каким Видом Что бы они Не читали Некоторые Мои читатели Годами Что-то читают Говорят Вот я вас Читаю Много лет Последнее Вы сказали Неправильно Например Такое Я думаю Человек Читает Много лет Ну хотя бы Какой-то Позыв К тому Надо Какую-то Совместную Деятельность Затем Может быть Как-то Включиться Где-то Какую-то Свою роль В общей Деятельности Нет Каждый Сам За себя Каждый Подчиняет Свой Примус И Больше Его Ничего Не интересует Хотя Вот морально Да Если что Обращайтесь Но Обращаться Как правило Бесполезно И Вот Еще раз Напомню Свой Продукт Который Выпущен Можно Сказать Чудовищными Усилиями Огромными Затратами Времени Это как подарок Он мне не приносит Ничего Вообще Ничего То есть Я Это как бы Мой подарок Человечеству Он правда Не особо кому нужен Но тем не менее Вот тиражи Эти книг вышли Это Завет Темных Веков Тоже В издательстве Книжный мир Вышла Эта книжка Книжка В ответ на вопрос А существует ли Русская философия Вот есть ли Какие-то Философские труды Которые Ну как бы Выходят на Мировой уровень Я постарался Сделать Основываясь На трудах Освальда Шпенглера Создать труд Не компиляцию Из его Идей А свои собственные Идеи Здесь И вложил Опираясь Естественно Мы стоим На плечах Гигантов И поэтому Вот эта книжка Вышла Она естественно Имеет Какую-то основу Не И еще Одна книжка Это Перевод Иоганна Язинменгера Я отдельный ролик Делал О нем Антихрист Догматы ненависти Это вторая часть В первой части Этнографическая часть Связанная с Догматами Иудаизма Которые не касаются Других Религий Впрямую не касаются Конечно Косвенно касаются Еще как А это вот Конкретно Антихристианские Выжимка Антихристианских Ориентиров В иудаизме Конечно Это Речь идет Не о современном Иудаизме О котором Вы ничего не узнаете Потому что Вас просто Не подпустят К этому знанию Это перевод Книги 1700 года Одну книжку Первую книжку Я перевел С английского Издания Вторую книжку С немецкого Издания Это очень тяжелая Объемная была работа Но это вот тоже Как бы Мой вклад Получаю ли я В ответ Вот За то За свою деятельность Это вот Последний В течение последнего года Ну где-то Да В течение последнего года Это продукция От начала до конца Сделанная Выпущенная Ну те книжки Которые я указал Что Они выпущены Издательством Книжный мир Издательстве Можно заказать Купить По почте Вам пришлют Или в интернет-магазине Книжный интернет-магазин Тоже эти книги Распространяют Остальные книги Сам издатам Потому что Ни про иудаизм Ни про Участие Вот этих Наследников Иудаизма Из-за черты Оседлости В русской революции Конечно Никто публиковать Не будет Потому что Ну просто Закроют Закроют Издательство А это Никому не нужно Тем более В нынешних условиях Возбуждение розни Можно найти где угодно Как против меня Нашли Возбуждение розни Вот осенью Без моего Участия Без моего присутствия Суд Определил Что я Возбуждаю розни К такой Социальной группе Как Судьи Вот Судьи Конечно Не являются Никакой Социальной группой Потому что Социальная группа Имеет Обособленные Интересы Свои собственные Оппонирующие Противостоящие Или особенные По сравнению С другими Социальными группами Если Судьи Это социальная группа Значит Никакого суда нет Ну собственно Это и подтверждено То есть То что я говорил Все время Состоялось В решении Савеловского Районного суда Города Москвы Судьи Оказывается Социальная группа Некоторые Там утверждали Что и депутаты Государственной думы Это социальная группа И президент Даже в единственном лице Является социальной группой Все чиновники Являются социальной группой ФСБшники Являются социальной группой То есть Все является социальной группой Кроме того Что на самом деле Является социальной группой Этот режим Направлен Против наших интересов Против русских И война, которая ведется сейчас, это война против русских. Та и другая сторона, обе группировки стремятся к тому, чтобы русских как можно больше уничтожили. Идет зачистка территории. Для кого, для чего, там разные домыслы высказываются, но я хочу сказать, что главное в этом это именно процесс зачистки. Чем потом это будет территория, во что превратится Российская Федерация или Украина, поверьте, сейчас об этом никто не думает. Как можно больше изнурить, истощить русский народ, те, кто называют себя украинцами и тоже на самом деле являются русскими, истощить до последней степени. Породить чудовищную ненависть у проигравшей стороны, обязательно возбудить стремление к продолжить гражданскую войну в виде партизанской войны, диверсии и так далее. Это все еще нас ждет, это все еще впереди. Сейчас все силы оттянуты на фронтовые операции, которые ведутся тоже настолько безмозгло, настолько просто поразительно неэффективно. То есть это вообще не похоже на современную войну. Это не современная война, это война начала 20 века. Самое безумное то, что Сунь Цзы писал, вот нет ничего хуже, чем штурмовать крепости. Вот именно этим партия и армия имени Путина Шойгу и занимается. Штурмовать крепости. Как можно больше потерь. Как можно. Это говорят нам, что чтобы не было потерь, они там вот высокоточным оружием какой-нибудь сток сена готовы разрушить с каким-нибудь там стоящим там пущеночкой. Наносят нам максимальный экономический, физический ущерб и военный ущерб. Все то, что гибнет, все то, что разрушается, все то, что требует затрат, это все наши общие затраты и наши общие потери. Мы грызем сами себя. Это счастье для закулисья, которое мечтает о том, чтобы Россия сошла с исторической сцены и больше о ней можно было не вспоминать. И кремлевские и киевские власти в этой игре тоже являются управляемыми марионетками. Они сделали то, что от них просили, о чем мечтали закулисные ненавистники нашей страны. Нам, русским людям, надо сопротивляться всеми своими душевными и физическими силами. И может быть тогда Господь помилует нашу страну и наш народ и явит такое чудо, которое преобразит всю страну. Но для этого нам самим надо преобразиться и стать другими поистине русскими людьми. Слава Руси! Господи спаси! Слава Руси!